Многие, особенно те, кто часто летает и, или пользуется премиальным сервисом от той или иной авиакомпании, наверняка не раз слышали такое словосочетание, как «приорити пасс». В рекламе, как правило, используются традиционные атрибуты, шикарной жизни, роскошные автомобили, дорогие костюмы от известных марок, золотые айфоны, шампанское в серебряных бокалах, ювелирные украшения и так далее. Что же на самом деле скрывается под этими звучными словами, какие условия «приорити пасс» от Сбербанка, каким образом можно его получить и какие реальные, а немнимые преимущества он дает своему обладателю. Обратите внимание, это своего рода клуб, став членом которого и получив соответствующую карту, можно посещать более 1200 бизнес-залов в аэропортах, расположенных в 500 году в городах 140 стран по всему миру. При этом расходы на одно посещение можно значительно сократить по сравнению с обычной ценой, а именно, до величины всего лишь 24 евро, 27 долларов США, или даже сделать его вовсе бесплатным. Карта про «Ирити пасс» выглядит абсолютно одинаково, вне зависимости от того, какая именно компания ее выдала. Это глянцево-черный кусочек пластика с золотыми буквами и цифрами. На нем тиснением выдавлен уникальный номер, а также имя и фамилия владельца и срок действия – месяц и год. Магнитная полоса, чип и CVV-код отсутствуют, так как для проведения платежных операций эта карта использоваться никоим образом не может. Предусмотрены три вида тарифов, на выбор стандартный. Стоит 99 долларов или евро в год. Каждый визит в лаунж-зону обойдется выше указанные 24 евро, 27 долларов. Эта цена актуальна не только для обладателя карты, но и для каждого из его спутников. Количество, которое можно провести, каждый аэропорт устанавливает самостоятельно, стандартный плюс. Он несколько дороже – 249 долларов или евро в год. Зато в такую сумму уже включено 10 бесплатных посещений лаунжей для владельца карточки. Каждый из его друзей платит все те же 24 евро, 27 долларов, престиж. Этот тариф находится на самом высоком ценовом уровне относительно двух других – 399 долларов или евро в год. Но и возможности карты с ним – самые широкие. Все визиты в бизнес-залы аэропортов, с которыми сотрудничает клуб, для его члена не оплачиваются вообще. Ну а сопровождающие все равно вынуждены будут выкладывать каждый раз 24 евро или 27 долларов. В остальном условия по картам не отличаются, вне зависимости от тарифа. Важно, есть некоторые местные ограничения, на которые стоит обращать внимание. В частности, в некоторых государствах на законодательном уровне запрещено употреблять алкоголь в аэропортах, поэтому такие напитки недоступны даже для посетителей VIP-залов, и даже за деньги. Для сравнения, бизнес-зал в Шереметьево оценивает свои услуги в 3500 рублей, около 50 евро, за 3 часа пребывания. В Домодедово – 47 долларов, а, к примеру, в Мюнхене – 30-37 евро. Таким образом, для тех, кто летает часто, даже покупка карты, не говоря уже о ее получении в подарок, является достаточно выгодным вложением средств. Владельцу карты не нужно производить предварительное бронирование. Достаточно просто в любом из аэропортов прийти в интересующий бизнес-зал, в часы его работы, предъявить карту про Ирит и Пассес, а также билет на рейс и удостоверение личности, чаще всего это паспорт. Если условия тарифного плана подразумевают оплату, то ее нужно внести здесь же, наличными, или банковской картой. Про Ирит и Пасс, аэропорты при этом совершенно неважно, по какому классу оформлены авиабилеты, какой авиакомпании выполняется полет. Как правило, максимальное время пребывания в зале ограничено. Это максимальная длительность с момента входа, от 3 до 6 часов, либо предельное время входа человека до рейса, например, не более чем за 3 часа. Обратите внимание, круглосуточно, как правило, работают только бизнес-залы в самых крупных и загруженных аэропортах мира, например, в стамбульском аэропорту Сабихаги-Кчен или в московском Шереметьево. Другие же принимают посетителей только в определенные часы, например, с 5 часов 30 минут до 21 часа. Кроме того, часто в лаунж-зоны не разрешают приводить детей младше определенного возраста. Ценс установлен обычно на уровне 6 или 12 лет. Но бывает, что, наоборот, самых маленьких пускают и вовсе бесплатно и даже обустраивают для них специальную игровую комнату. Про E-Rity Pass, что это и в чем преимущество гостям предлагается высококлассное обслуживание для того, чтобы можно было хорошо отдохнуть или поработать, в зависимости от необходимости. В помещении поддерживается комфортная температура. В зависимости от конкретного зала и аэропорта, в набор услуг может быть включено следующее. Wi-Fi может быть полностью свободным или ограниченным по времени, когда после определенного количества минут взымается плата, душ, свежие газеты, питание по системе, шведский стол, легкие закуски, или даже полноценные горячие блюда, алкогольные и безалкогольные напитки, просмотр телевизионных программ, информация о рейсах, пользование телефоном и факсом, хранение багажа. Обратите внимание, комплекс услуг приоритета Sky Priority не входит в про E-Rity Pass от Сбербанка или других компаний, имеющих право на выдачу таких карт. Существует два варианта – купить по стандартной цене на официальном сайте, получить бесплатно у одного из партнеров. Таковыми являются в основном финансовые учреждения, к числу которых принадлежит крупнейший и старейший российский банк – Сбербанк. Priority Pass, Тинькофф, Бинбанк, Райфайзенбанк карту для вип-залов в аэропортах Сбербанк выдает только при оформлении пакета услуг «Премьер». Его стоимость составляет 2500 рублей в месяц. Но первые два месяца в любом случае не оплачиваются. Таким образом, в год за пакет, куда входит Priority Pass Сбербанк, просит 25000 рублей. Но есть и возможность полностью бесплатного обслуживания на этих условиях. Для этого Сбербанк требует иметь на текущих счетах, картах и вкладах суммарно не менее 2,5 миллионов рублей. Важно, в случае если по состоянию на конец месяца общая сумма меньше величины в 2,5 миллиона рублей, то Сбербанк автоматически спишет со счета 2500 рублей за обслуживание пакета. Кроме карты Priority Pass Сбербанк включил в пакет «Премьер» еще внушительный список привилегий, среди которых повышенная на 0,8% ставка для депозитов размером больше 1 миллиона рублей, более выгодный курс рубля к доллару или евро для совершения некоторых типов безналичных операций, увеличенное количество бонусов, спасибо, при тратах от 80 тысяч рублей в месяц. Один бонус при обмене равняется 1 рублю, до 5 карт в долларах, рублях или евро без платы за обслуживание и СМС-уведомления, скидка на пользование сифовыми ячейками, 20%, бесплатный страховой полис для путешествующих за границу, клиенту и членам его семьи, бесплатный доступ к различным медицинским услугам, анкострахование на 6 миллионов рублей, круглосуточная телемедицина, а также дополнительное мнение специалиста, включая организацию лечения и лабораторные исследования, премиальное обслуживание, личный менеджер, обслуживание в специально выделенной зоне, без очередей и в любое удобное клиенту время, консультации по отдельной телефонной линии, заполнение специалистам декларации на получение налогового вычета вместо клиента, которому такой вычет полагается по закону. А вот услуги сопровождения SkyProEarity Сбербанк в данный комплект не включены. Кто и как может оформить пакет «Сбербанк премьер» требования к клиентам более чем лояльны. Нужно быть гражданином России 18 лет или старше, это все. Верхнего предела по возрасту не существует. Подать предварительную заявку можно в соответствующем разделе официального сайта Сбербанка, заполнив простую форму. После обработки заявки специалист свяжется с потенциальным клиентом и объяснит дальнейший порядок действий. Само оформление необходимых документов происходит только в выделенных зонах Сбербанк премьер. Обратите внимание, указанные зоны присутствуют далеко не во всех отделениях даже в Москве. Для поиска нужно зайти на сайт и установить переключатель в поле для клиентов Сбербанк премьер. Воздушные ворота, которые участвуют в клубе, расположены на всех континентах мира, кроме, разумеется, Антарктиды. Причем, это не только крупные аэропорты вроде Токийской Нариты, лондонских Хитроу и Готвика, также берлинского Тегеля или Толмачева, Новосибирск. В списке на официальном сайте, он доступен, в том числе, на русском языке, присутствуют также небольшие, региональные аэропорты, например, Геленджик, Астрахани или Апатиты. Во многих из них можно воспользоваться услугами не только проирити-пасс, но и пасс-приорити, которые предлагает не Сбербанк, а авиакомпания. Для тех пассажиров, которые летают часто и хотят высокого уровня сервиса в аэропортах, проирити-пасс Сбербанк действительно выгоден. Это утверждение верно и в случае со Сбербанком. Даже если на счетах нет 2,5 миллиона рублей, то использование проирити-пасс уже может окупить ежемесячную плату в 2500 рублей. И это, не говоря о множестве полезных опций, которые уже включены в пакет «Сбербанк Премьер» и, при правильном использовании, помогут сэкономить немалые деньги. И это, не говоря о том, что качественное обслуживание – это просто приятно. Звездочка цены актуальны на август 2018 года.